Здравствуйте! На государственном телевидении Западной Армении краткий обзор сегодняшних новостей. В Западной Армении и в провинции Урфа были обнаружены античные мозаики. Еврокомиссия осуждает бомбардировку церкви Святой Газанчатсот со стороны Азербайджана в течение войны 2020 года. Пьер Абалури установят мемориал в честь погибших и без вести пропавших воинов Арцарской войны. Возможности профессионального образования расширятся в Аху-Киалаке. В Нью-Йорке были установлены рекламные щиты, носящие антиэрдогановский характер. Мы не руководим этой маленькой Арменией. Мы несем ответственность за Армению больших масштабов. Интервью с Вовой Вартановым. Сегодня день рождения Александра Таманяна. Мозаики римской эпохи, найденные в Западной Армении при незаконных раскопках в районе Виранхешир, в провинции Урфа, взяты под охрану государства. В полицию поступил звонок на адрес подозреваемого, проводившего несанкционированные раскопки в саду своего дома. В результате оперативных действий выяснилось, что на участке 300 квадратных метров встречаются мозаики разных цветов и узоров, относящиеся к римскому периоду. Мозаики взяты под охрану. Подозреваемый был доставлен в отделение полиции для дачи показаний. В ответ на вопрос, адресованный Европейской комиссией депутатом Европарламента от Кипра и Европейской народной партии Лукасом Фурласом, верховный представитель и вице-президент организации Хосек Борел осудил бомбардировку собора Казанчатсотс в Шуши вооруженными силами Азербайджана. Еврокомиссия решительно осуждает разрушение религиозных и исторических памятников в Арцахе, подчеркивая важность сохранения и восстановления культурного и религиозного наследия. В своем ответе, высший представитель Европейской комиссии также сослался на резолюцию 2347 от 2017 года Совета безопасности ООН, в которой нападения на религиозные, образовательные и культурные центры квалифицируются как военные преступления. Мемориал жертвы Марцахской войны будет установлен на военном кладбище Ерабылур. Как сообщает Армен Пресс, решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна утвержден индивидуальный состав рабочей группы по координации работ для создания мемориала. Рабочую группу возглавит руководитель аппарата премьер-министра Республики Армения Арсен Торосян. В состав группы войдут депутат национального собрания Арман Бабаджанян, заместитель министра иностранных дел Авет Адонс, заместитель министра образования и науки Арах Змолян, заместитель мэра Еревана Гаяне Мелкомян и другие высокопоставленные лица. Пять программ будут добавлены в рамках государственной программы профессионального образования в здании Ахалки-Алаки-3, Самцхедж-Авахетского государственного университета. С 2020 года в Ахалки-Алакском филиале Самцхедж-Авахетского государственного университета действует факультет таможенного отдела. В сентябре этого года будет добавлено еще пять новых направлений. Лесное хозяйство, садоводство, электроэнергия, бухгалтерский учет, компьютерные сети и системы. Программа доступна поступающим как с полным средним, так и с базовым образованием в девять классов. Абитуриент с базовым образованием может изучать обязательные предметы школьной программы параллельно с выбранной специальностью. Полученный диплом в том числе заменит аттестат о полном среднем образовании. Абитуриент с таким дипломом может продолжить учебу в любом университете мира. Рекламные щиты против Эрдогана были установлены на Таймс-Сквер, одной из самых оживленных улиц Нью-Йорка. Основите тройной феминцид в эрдогановской Турции. Проправительственная турецкая пресса поспешила приписать случившееся американскому сообществу гюленистов. В Турции их сеть называется террористической организацией Фетхулаха, в честь ее основателя, исламского проповедника Фетхулаха Гюлена, коротко Фето. Подчеркнем, что установка рекламных щитов на указанном проспекте в США стоит сотни тысяч долларов. Президент общественной организации ВОМА, разведчик Вова Вартанов, дал довольно обширное интервью на новостному сайту 24news.am. Представляем вам наиболее интересную часть интервью. Мы часто забываем, что мы не хозяева этой маленькой Армении. Мы хозяева гораздо большей Армении, и теперь турок наслаждается тем, что у нас отнято и украдено. А мы по глупости миримся с этой мыслью. Если мы начнем эффективнее формировать фаенизированное население на территории Арцахской автономной республики, являющейся неотъемлемой частью Армении, и если мы повторим то же самое на территории республики Армения, начнем милитаризацию нашего общества и государства, то обязательно найдутся помощники, готовые с радостью нам помочь. А наш российский союзник, 102-я военная база, будет более серьезно относиться к своим обязанностям. Полная версия интервью на нашем официальном сайте и ютуб канале. Сегодня день рождения Александра Таманяна. Александр Оганесович Таманян родился 4 мая 1878 года в Екатеринодаре, известном сегодня как Краснодар. В 1904 году окончил высшее художественное училище Королевской академии искусств в Санкт-Петербурге. Первой работой Таманяна была реконструкция армянской церкви Святой Екатерины в Санкт-Петербурге в 1906 году. Таманян использовал классическую русскую архитектуру XVIII и начала XIX веков в уникальной интерпретации. В 1914 году Таманян был избран членом Петербургской академии художеств, а в 1917 году председателем Совета академии. В 1919 году переехал в Ереван, позже в 1921 году в Иран, где в Тебрезе основал художественную студию, а в 1023 году был приглашен обратно в Армению. Его первым архитектурным достижением стал генеральный план Еревана на 150 тысяч жителей, который стал основой для дальнейших планов столицы. В 1934 году архитектор начал планировку Большого Еревана на 500 тысяч жителей, идеи которого так и остались незавершенными. В 1925-33 годах Таманян также создал планы города Тлегюмри, Вагаршапата, Степанакерта, Норбаязета, ныне Гавара, Раздана и других населенных пунктов. Шедеврами Таманяна являются Дом правительства Республики Армения, здание Театра оперы и балета, который был награжден Большой золотой медалью Всемирной выставки в Фариже в 1937 году. Именем Таманяна названа улица в Ереване, на которой воздвигнут его памятник, Дом армянских архитекторов и Музей-Институт. В 2001 году Союз архитекторов Армении учредил золотую медаль имени Таманяна. Далее для вас ансамбль Маргаритнер, Чардар Курок. Союз архитектор Музей-Институт, Чардар Курок. Полное видео доступно на официальном сайте Западной Армении. На сегодня все.